Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Застрял в проложенной под дорогой трубе и не смог перейти на другую половину поля. В Ляплянах Лельческого района сотрудникам МЧС пришлось спасать из-за подни любопытного козленка. Отважный порнокопытный решил пробраться через бетонную проточную трубу, но застрял где-то посередине. Своеобразный подземный пешеходный тоннель для животного оказался узким из-за песка, которым засыпало почти всю трубу ближе к ее центральной части. Три часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы освободить измученное животное. Работниками МЧС были произведены работы по очистке железобетонной трубы от песка, после чего животное было извлечено, но не пострадало. А это кадры пожара на складе дров в Светлогорске. Так горело строение, в котором находилось 200 кубометров древесины. Пожар произошел накануне вечером. Склад принадлежал частному предпринимателю. Когда началось возгорание, никого из рабочих на объекте не было. Предполагаемая причина – поджог. В результате пожара уничтожена кровля здания, повреждено 200 кубических метров дров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – занос постороннего источника извне. Не учел погодные условия и оказался в Кювете в Светлогорском районе. Около деревни Еланы автомобиль Ауди А6 наехал на дерево. Пострадал водитель. Мужчину занесло на закруглении дороги. Несмотря на то, что автомобилист был пристегнут ремнем безопасности, госпитализации было не избежать. Водителя доставили в травматологическое отделение. Аналогичная авария произошла в деревне Днепровец Реческого района. Водитель Ауди 100 потерял управление на трассе, съехал в Кювет, где его машина перевернулась. Пострадала 17-летняя девушка-пассажир. А эти кадры уже облетели все социальные сети. В Гомеле нетрезвый мужчина не смог перейти дорогу и решил ее переползти. Госавтоинспекция разыскивает мужчину, который переползал проспект Речицкий в городе Гомеле. Все граждане, которые обладают какой-либо информацией по данному курьезному случаю, просим сообщить госавтоинспекцию. В Гомеле пешеход упал на автобус, который отъезжал от остановки. Это произошло на улице Могилевской. Мужчина стоял у края проезжей части. В какой-то момент его шатнуло, и он ударился о корпус отъезжающего автобуса. При падении пешеход получил травмы и был госпитализирован. ГАИ проводит проверку. Около 10 плантаций дикорастущей конопли была обнаружена оперативниками на пустырях в Гомельском, Ветковском, Жлобинском, Речицком и Будокошелевском районах нашей области. При помощи работников и сельскохозяйственной техники ближайших агропредприятий наркосодержащие растения скосили и сожгли. С начала сезона уже уничтожено свыше 7,5 тонн дикорастущей конопли и 100 килограммов растений мака. По фактам нарушений составлено больше двух десятков административных протоколов. Если вам что-либо стало известно о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств или психотропных веществ, о местах производства наркотиков, либо местах выращивания наркосодержащих культур, просим информировать об этом сотрудников органов внутренних дел по телефону дежурной части 102. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова